Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичко, и я сегодня хочу рассказать про особенности продвижения сайтов в поисковых системах. Да, потому что в отличие от классического продвижения, которое все понимают, входит на самом деле не только продвижение в SEO, а входит продвижение в соцсетях, продвижение бренда, продвижение там ваших продуктов в контекстной рекламе и других каналов трафика. Некоторым сайтам не нужны все эти каналы, но я хочу сосредоточиться исключительно на поисковом продвижении. И первое, что я хочу рассказать, вы должны понимать, как работает поиск. Поиск работает на самом деле по-разному на разных поисковых системах, но их объединяет одно. Они все работают по поисковому запросу. Это текстовый запрос, который вбивается в поисковую строку той или иной поисковой системы. Именно логика вбивания поискового запроса в поисковых системах может отличаться. Но принцип все равно тот же. Человек вбивает запрос и видит результат в выдаче. Как работает поиск? Он ранжирует результаты, найденные в своей базе под ваш поисковый запрос. На ранжирование влияет множество факторов. Этих факторов только в гугле более 20 тысяч, как говорили по статистике. Их действительно очень много. В Яндексе факторы ранжирования расписаны в страничках вебмастер Яндекс, но вес тех или иных алгоритмов выясняется исключительно эмпирическим путем. И сказать, что важнее, что нет, на самом деле можно прочитать множество материалов, но поиск работает все очень просто. Вы вбиваете запрос, поисковик выдает до 10 результатов под поисковую выдачу, какие-то результаты выводит отдельно в виде специальных расширенных сниппетов, дает блоки рекламы и также не забывает показать свои собственные сервисы, как мы говорим про Яндекс. Например, вы можете все что угодно делать, пытаться продвигаться, но сервисы Яндекса вам не переранжировать никогда. Яндекс, если хочет показывать по этому запросу свой сервис, он будет его показывать. Если гугл по запросам билетов будет показывать свой блок расширенных билетов, он будет это показывать. Вы должны понимать, что поисковые системы разные и должны понимать, как работает поиск. Поэтому в поисковой системе вы должны уметь понимать, какие запросы вам нужны. Вы должны их все собрать и под все запросы изучить выдачу. Какая выдача в какой поисковой системе. Для этих целей можно использовать различные программы, там кей-коллекторы, там все что угодно, парсеры выдачи типа Ахревса, серпстата и скачивая выдачу изучать, под какой запрос выдается какой сниппет и вокруг этого строить ваше продвижение. Именно вот на этом этапе вы должны понимать, как работает поиск. Ошибочно понимать, что какие-то запросы могут выдавать тот или иной результат. То есть я хочу продвигаться по этому запросу. Этого не бывает. Вы можете пытаться продвигаться по этому запросу, но можете не продвинуться никогда. Яркий пример тот же Яндекс. Он если хочет продвигать Яндекс еду по запросу доставка пиццы, он будет ее продвигать в вашем регионе. Поэтому первое, что вы должны понимать, это понимать, что в зависимости от запроса выдача может быть разной и в каких-то случаях вам даже быть неконкурентно способной. И вот здесь, с этого момента вы должны понять, что когда вы будете продвигаться в поиске, соберите поисковую выдачу и проанализируйте ее. Пунктом номер два давайте обсудим, что не стоит пытаться охватить все алгоритмы ранжирования. Их на самом-то деле огромное количество. Если взять Google, там 200 алгоритмов ранжирования, каждый из них еще делится на 50 подалгоритмов. А на самом-то деле их намного больше, потому что Google каждый год вводит более 3000 новых алгоритмов ранжирования. И просто охватить все это количество нереально. Лучше всего сосредоточиться там, где вы можете быть сильные. Я часто слышу, что кто-то хочет иметь 100% по PageSpeed Insights. Самый лучший контент, лучшие тексты на сайте, лучшие блоки. Зачем, ребята? Выберите приоритеты, не пытайтесь быть лучшим во всем. К примеру, если вы проверите Amazon, Wikipedia, множество других сайтов, которые оккупировали топ, они где-то сильны, где-то наоборот. У них не самые лучшие элементы. К примеру, у Amazon может быть в красной зоне PageSpeed Insights. Википедия, она игнорирует какие-то мультимедиа, картинки. То, что тоже важно для пользователей, потому что они создали свой стиль. Так же само создайте свой стиль. Не пытайтесь быть лучшим во всем. К примеру, что я делаю обычно? Создаю контент для клиента, для человека. Я вообще забываю про поисковую систему, про какие-то алгоритмы ранжирования. Когда я создал контент для клиента, после этого только мы начинаем его оптимизировать. Теперь немножечко про отличие. Третий пункт нашего видео. Давайте так. В Яндексе мы все знаем, как сильно изменилась выдача. Появились так называемые кликабельные подсказки в поисковой выдаче. Вы можете убедиться, что вбивая поисковый запрос, Яндекс уже выводит несколько вариантов поисковых запросов. Здесь вы должны это понимать и учитывать при сборе семантического ядра все эти варианты. Пользователи начинают кликать по этим подобранным словам под поисковый запрос. Во-вторых, о том же Яндексе вы должны видеть, что Яндекс начал ранжировать особенно интернет-магазины. Теперь в выдаче появился рейтинг интернет-магазина в Яндекс.Маркете. И если вы отсутствуете в Яндекс.Маркете как магазин, вы будете проигрывать выдачу. Мы это тоже обратили внимание, что по коммерческим запросам сайты начали ранжироваться. Те, которые представлены в Яндекс.Маркете в первой десятке, в то время как во второй десятке уже встречаются сайты, которых в Яндекс.Маркете нет. Да, конечно, есть ниши, которые Яндекс.Маркет не принимает, но мы сейчас о них говорить не будем. Да, я думаю это тема отдельного разговора. Если вам это интересно, напишите в комментарии и мы разберем те выдачи, которые Яндекс.Маркет не принимает, как их продвигать. По поводу коммерческих ключей. Очень важно, вы должны понимать, что Яндекс очень любит поддомены. Геозависимые поддомены, он даже собственно в вебмастере указывает, как оптимальный вариант продвижения разных филиалов в разных городах. Но вы должны понимать, что страницы, заточенные под поддоменами, должны быть уникальны. У вас должно быть представлено в Яндекс.Справочнике в тех или иных филиалах. И страницы должны кардинально различаться. Контент на них должен быть уникализирован под тот или иной город. Интернет-магазины достигают это за счет того, что уникализируют карточки контактов, добавляя условия доставки, цену, наличия и таким образом сегментируют контент под каждый город, делая его автоматизированно уникальным. Google же, например, поддомены не воспринимает вообще. Google же любит подпапки. Что же выбирать, поддомены или подпапки, здесь действительно тема ни одной дискуссии. Едем дальше. Яндекс еще чем отличается тем, что у него есть собственный метод оценки качества сайта, прозрачный и видимый. Его можно изучить в Яндекс.Вебмастере. Это индекс качества сайта или X. Этот X выведен прямо в вебмастере. Вы можете добавить сайты конкурентов и смотреть, как он меняется. И помните, что X будет влиять на ваше продвижение. Чем он выше, тем вероятнее будут ваши страницы ранжироваться выше. И здесь нужно бороться за каждую страницу в отдельности. В Google же ситуация немножко иная. При продвижении вы не видите рейтинги тех или иных сайтов. Пейджеранг закрыт. Новый алгоритм пейджеранга, новый алгоритм, который используется в отличие от старого, сама формула изменилась. Да, влияют ссылки, но добавилось множество новых факторов. Во-вторых, выдача в Google может сильно меняться. Буквально год назад расширенные сниппеты в виде вопросов и ответов забили всю выдачу. Сейчас они показываются изредка. Второй момент. Расширенные сниппеты в виде ответа на ключевой запрос в Google начинают набирать все больше и больше оборотов. Мы видим, что на новое количество запросов появляется огромное количество расширенных сниппетов. Оптимальный вариант. Отлично работают определения. Любое ключевое слово и слово это гарантированно дает расширенный сниппет. Поэтому уделите внимание определениям на контентах ваших страниц. Вероятно, вы получите расширенный сниппет там, где его еще не получил никто. Во-вторых, обязательно уделяйте внимание так называемым спискам. Группируйте контент по спискам. Не пишите его через запятую. Google обожает списки и выводит их тоже в расширенном сниппете. Списки могут быть нумерованными и ненумерованными. Также Google доказал, что он любит так называемый структурированный контент, разбитый по небольшим абзацам. Есть определенные лимиты для этих абзацев. Не пишите слишком много воды. Делайте небольшие структурированные абзацы. Это очень помогает при ранжировании по расширенным сниппетам. Ну и конечно же таблицы. Добавляйте таблицы. Таблицы удерживают внимание, увеличивают поведенческий фактор как в Яндексе, так и в Гугле. И таблицы тоже Google выводит специализированным расширенным сниппетом. Google также очень чувствителен к микроразметке. Не все виды микроразметки Google показывает как обязательные. Но он прекрасно видит все другие виды микроразметок. Это не значит, что под нее просто нет расширенных сниппетов на сегодняшний день. Но огромное количество видов микроразметки, которые есть в схема орг, применимы к тому или иному бизнесу. В медицинской сфере микроразметка колоссально важна. Там просто есть огромное количество видов микроразметки, которые можно поставить на те или иные медицинские сайты. Об этом я писал в своей статье. Ссылочку на статью я оставлю в описании. Напоминаю, Google и Яндекс отличаются. Яндекс уделяет внимание своим сервисам, поэтому уделите время, добавьте свой сайт в сервисы Яндекса. Google сервисов гораздо меньше, но добавить себя в мерчант и в Google мой бизнес, если вы интернет-магазин, вы обязаны. Поэтому Google мой бизнес вообще по умолчанию вы должны присутствовать всегда и везде. Если у вас нет филиалов, просто добавьте себя как компанию без филиалов. Так можно тоже. Сделайте страницы бренда на YouTube. Для Google это важно, иметь страничку бренда на YouTube. Поэтому, резюмировав все, можно составить уже из того, что я выше сказал, большой чек-лист задач, которые вам нужно сделать для поискового продвижения на первом этапе. В прошлом видео я говорил, что такое конкуренты Тир-1 и Тир-2. Упомянул их, но не рассказал. Поэтому я хочу вам рассказать, что это такое. Смотрите, когда вы собрали конкурентов из поисковой выдачи, вы можете понять, что есть какие-то крупные конкуренты, которых вам никогда не переранжировать. Это могут быть крупные агрегаторы, это могут быть магазины, которые работают на всю страну, которые зашли на рынок с многомиллионными бюджетами. Такие своеобразные амазоны в вашей нише. И вам их не переранжировать никогда. Зачем они вам нужны? Они нужны вам для того, чтобы проанализировать то, каким запросом они уделяют внимание. Как они структурировали свой магазин. По каким страницам они продвигаются. Какие страницы имеют какую иерархию. Тир-1 нужен для того, чтобы вы изучили, каким образом они выстраивают линкбилдинг. Какие стратегии они используют. Для того, чтобы использовать это для продвижения. Но вы должны помнить, вам возможно их никогда не переранжировать в ближайшем будущем. Поэтому, когда вы хотите стать выше, чем эти сайты, вероятнее всего вы провалитесь в этой задаче. Но это не значит, что у вас не выйдет продвинуться и получать свой трафик. Мы также посмотрим на конкурентов так называемого второго тира. Во втором тире конкуренты это слабаки, которые тоже имеют выдачу. В идее, своеобразные щуки и караси, а не акулы. Так вот, эти слабенькие конкуренты, они же как-то получают трафик, они как-то сидят в топе, они как-то мелькают в выдаче. На самом деле, если мы изучим топ страницы первых и вторых типов конкурентов, мы увидим, что они кардинально отличаются. Второй тир продвигается обычно при помощи статей, при помощи продвижения какой-то одной рубрики. Все остальные другие рубрики могут быть мертвыми и не продвигаться вообще. Но именно благодаря тому, что они продвигаются при помощи какой-то одной ключевой рубрики, какой-то двух-трех статей или небольшой серии статей, они держатся на органике, перелинковывая свои остальные страницы. Так вот, если использовать этот же метод, но использовать комбинацию методов крупных конкурентов и структуру крупного конкурента, то плохих конкурентов второго тира от этих щуки-карасей легко переранжировать, если сделать грамотную структуру, но продвигаться сразу целенаправленно при помощи таких вот точечных методов. Это дает реально свой результат. Сейчас SeoQuick топ-7 фактически в Рунете по продвижениям сайтов, компания, которая имеет трафик. Как мы этого достигли? Мы писали статьи, но мы не писали обо всем подряд. Мы писали про то, что можно продвинуть. Мы создавали контент, где никто еще не создавал, потому что мы знали, что его можно продвинуть. И благодаря этому мы сейчас здесь разговариваем с вами. И наш контент продвигается именно по этому принципу. Всех наших клиентов мы мотивируем тому, что вы не продвинетесь по всем ключам одновременно. Продвинетесь по небольшой группе, там, где низкая конкуренция, где у вас есть шанс. Поэтому, когда вы разделяете принцип поиска, вы должны понимать, что по всем ключам вам топ не взять. Но по нужной группе ключей вы можете взять топ даже там, где вы этого не ожидали. Сегодня важно выбирать приоритеты, а не пытаться охватить все и сразу. Я часто слышу, когда кто-то приходит и говорит, знаешь, у меня 100 тысяч страниц, я хочу их продвинуть, хочу получить результаты по всем страницам. Зачем, ребята, зачем? К примеру, на множество сайтов 20 процентов страниц приносят 80 процентов трафик. Принцип Парета тут отлично работает. У нас на сайте 5 или 10 страниц, которые приносят основной трафик. Мы сконцентрировали внимание там и получили результаты. Да, другие тоже приносят трафик, но они даже рядом не стоят с тем, что приносят каких-то парочку страниц. Лучше создать страницу с высококлассным контентом, который намного лучше конкурентов и сосредоточь внимание там, чем пытаясь охватить сотни и тысячи других страниц. Сегодня важно, приоритеты это то, что действительно дает результаты. Каким образом можно выбрать приоритеты? Найди, где конкуренты слабые, где у них мало внешних ссылок или у них слабый контент и сконцентрируй все внимание туда, чем пытаясь охватить множество страниц. Я часто вижу, когда кто-то там создает контент для 100 страниц. Из-за того, что он охватывает огромное количество, он не может создать качество, он создает посредственный контент для всех этих страниц. А когда вы создаете только для 5 или 10 страниц, вы получаете действительно высокие результаты. А мы переходим к следующему пункту. Седьмым пунктом продвижения в поисковых системах я хочу выделить то, что вы должны всегда собирать свое семантическое ядро, дополняя его новыми поисковыми запросами. Помните, что 30 процентов запросов появляются новых, которых никогда пользователи не задавали ранее. Поэтому собирать эти запросы вы можете прямо сейчас. Вам нужно просто зайти в свой собственный Google Webmaster и Яндекс Webmaster. В зависимости, какую поисковую систему мы смотрим. И посмотреть, по каким запросам ваш сайт показывался в поиске. Их можно бесплатно скачать. Они будут разложены сразу по вашим страничкам. На них будут все нужные вам метрики, трафик, показы, какой CTR, какая позиция. Это все прямо есть у вас перед глазами на вашем сервисе Webmaster. Он показывает реальную позицию, на которых показывался ваш сайт. Откуда вы получали клики? Все это есть у вас. Да, можно пользоваться платными сервисами по отслеживанию позиций для разных гео. Вам никто не запрещает. Но реальные поисковые запросы, которые появляются, вы можете черпать просто из этих сервисов. Дополнять свою контекстную рекламу с их помощью. Само собой оптимизировать контент, если вы видите, что есть запросы, по которым вы показываетесь, но у вас нет кликов. Почему? Потому что, вероятно, у вас нет ключей в контенте, которые люди вбивают в поисковых запросах. Все, что находится ниже 10 страницы, это ваш шанс улучшить свой собственный контент. Поэтому используйте эти данные для того, чтобы улучшить свои страницы. Эти данные есть просто у вас, и за них не нужно платить. Последним пунктом я хотел бы обсудить, что необходимо следить, что происходит сегодня в поисковике, потому что Google изменяет свои алгоритмы 3200 раз в год. Яндекс также не стоит на месте и вводит свои новые алгоритмы. Необходимо всегда держать руку на пульсе и проверять, что происходит. На самом-то деле, я слежу за этим в последнюю очередь. Первоочередно я думаю про клиента. Я создаю контент для клиента, потому что Google и Яндекс, их цель это служить клиенту, чтобы удовлетворить его запросы. Потом я уже начинаю проверять какие-то алгоритмы и думать, что я могу внедрить. Если какие-то сайты или страницы попадали, соответственно, необходимо применять какие-то меры, смотреть, кто зашел в топ и что происходит. Из-за того, что я постоянно читаю, наверное, ежедневно блоги, форумы, какие-то сообщества, я понимаю, что происходит и знаю, какие методы необходимо применить, какой новый алгоритм пришел, что необходимо сделать. Потому что каждый день множество маленьких алгоритмов, которые мы просто не замечаем, а бывают какие-то серьезные алгоритмы, как правило, раз в 3 месяца, раз в полгода. Здесь нет четких дедлайнов, которые действительно влияют на поисковую систему. Каким образом ты можешь это делать? Читай блоги, читай форумы или доверяй своему SEO-специалисту, который сможет внедрить для вашего сайта, чтобы действительно получать результаты. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. На каждый ваш вопрос мы обязательно дадим ответ и будем рады видеть вас постоянно на нашем YouTube-канале. Можете нас критиковать, мы очень любим критику, мы знаем, что это помогает нам расти, улучшиться и идти вперед. До новых встреч!